Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что пациентов с опухолями головы и шеи мы лечим на отделении у Замиры Ахметовны. И я совершенно согласна с докладчиками предыдущими о том, что эти пациенты должны лечиться совместно. Всеми и радиологами, и хирургами, и химиотерапевтами. Пациенты крайне тяжелые и без хирургов одни химиотерапевты на химиотерапевтическом отделении с этими пациентами не справятся. Я хочу сказать, что группа опухолей головы и шеи включает в себя целый ряд заболеваний, большинство из которых представлены опухолями эпителиального происхождения, плоскоклеточным раком и его гистологическим вариантами. Составляет более 80% всех злокачественных опухолей головы и шеи. Эти заболевания являются одними из самых грозных заболеваний с высокой частотой осложнений и летальных исходов. И для них характерны острые хронические и косметические дефекты, и функциональные, и психоэмоциональные. Это наши пациенты. Справа женщина. Это не только плоскоклеточный рак. Справа женщина с опухолью Меркеля. Естественно, она не очень комфортно себя чувствует, и это не поддается лечению пациентка. Сейчас она выглядит еще хуже. Сверху пациент – это опухоль слюной железы, неоднократно оперированный, облученный, отправленный в других клиниках, отправленный на симптоматическую терапию, пришедший к нам с выраженнейшим болевым синдромом. Он не мог держать голову прямо и был готов к летальному исходу. И внизу огромная опухоль. Это опухоль волосястой части головы. Пациент из северо-западного региона. Вы знаете, когда эту фотографию увидела моя подруга, которая оперирует рак молочной железы уже 30 лет, она решила, что это опухоль молочной железы. Примерно так выглядят наши пациенты, когда они попадают к химиотерапевтам. Однако плоскоклеточный рак головы и шеи характерен для… Не держится, к сожалению. Характеризуется умеренным риском метастазирования регионарной лимфоузы и малым в отдаленные органы. Исключение составляет опухоли носоглотки, гортаноглотки, гортани, корня языка. На момент возникновения клинических симптомов уже характерно распространение в регионарной лимфоузлы. При локализации опухолей в других областях невысок риск регионального метастазирования. Метастатическое поражение легких костей и печени встречается крайне редко. Однако и оно характерно больше для стадии Н, чем для первичных высоких стадий Т. И в большинстве случаев пациенты на поздних стадиях этой локализации при отсутствии признаков отдаленного метастазирования считаются курабельными. Естественно, в первую очередь терапию спасения оказывают хирурги с их великолепными руками и умением и лучевые терапевты. Однако тогда, когда они уже не могут справиться с ситуацией, подключаются к химиотерапевтам. Лечение это осуществляется с переменным успехом. Казалось бы, очень хороший эффект при начале лечения. Однако время до прогрессирования в среднем на химиотерапии составляет 2-4 месяца. И медиана продолжительности жизни составляет не более 9 месяцев. Еще раз хочу подчеркнуть, химиотерапия не способствует увеличению продолжительности жизни. Однако она при хорошем ответе улучшает или сохраняет качество жизни наших пациентов. Вернемся к этому пациенту со слюной железой. Вот справа фотография до начала лечения. Слева это после первого же цикла отек ушел, пациент восстановился. Мы продлили ему жизнь еще на год. И он ездил к нам из Астрахани, по-моему, за рулем за многочасовые переезды и жил качественной жизнью. Да, он погиб, но, вы знаете, после его смерти его дочь прислала письмо с благодарностью за то, что человек прожил качественно и он достаточно молодой был. Хорошие эффекты, относительно хорошие эффекты наблюдаются при удовлетворительном состоянии пациента до начала лечения, при опухолях, ассоциированных с вирусом папиллома человека, вирусом Эпштейн-Бара и отсутствии лучевой или химиотерапии в анамнезе, то есть тогда, когда мы получаем пациента на первую линию химиотерапии. Пациенты, ранее подвергавшиеся хирургическому или лучевому лечению, отвечают хуже на лечение. И, естественно, быстрый рецидив после предыдущего лечения говорит о неблагоприятном факторе. В результате лечения, естественно, висцеральных метастазов хуже, чем локальных. В этой таблице собраны прогностические факторы, благоприятные и неблагоприятные. Естественно, чем меньше стадия, тем большего эффекта мы ожидаем. Мы ожидаем отсутствия метастазов, хороший статус по шкале ЭКОК, не похудевший пациент, которых мы практически не видим, нормальные функции иммунной системы, длительная ремиссия после предыдущего лечения и отсутствия химиотерапии или любого лечения до начала лечения, низкодифференцированная опухоль, молодой возраст. Все это предвещает благоприятный прогноз. Я согласна о том, что, конечно, хорошо иметь опухоль с молекулярными маркерами и ориентироваться на это, но на сегодняшний день нам больше приходится ориентироваться на общий статус пациента. Я хочу напомнить, что до того, как мы взяли своего пациента в руки, мы должны понять, что мы хотим получить. То есть получить распространенность заболевания, определить цели лечения, что мы хотим получить после нашего лечения, и обязательно оценить способность больного самостоятельно принимать пищу и воду, оценить функцию костного мозга. Естественно, мы получим осложнение. Ни для кого не секрет, что наши пациенты в большом проценте случаев страдают либо алкоголизмом в анамнезе, либо большим сроком, большим стажем табакокурения. Соответственно, хронический алкоголизм, недостаточное питание и потеря массы тела ведут к развитию дефицита фолиевой кислоты и снижению резерва костного мозга. Оценить функциональный резерв легких, опять же, длительный срок табакокурения, склонность к аспирации вследствие нарушения глотания или секреции желез дыхательных путей приходят к развитию респираторных расстройств. Необходимость кормления пациентов через зонд, либо гастростому, либо выполнение трахеостомии. Еще раз, Замира Ахмедовна ловит этих пациентов либо до начала, либо в процессе лечения. То есть эти пациенты находятся под постоянной курацией. Они наиболее тяжелые, на мой взгляд, из всех солидных опухолей. Необходимо оценить функции почек, печени. У многих пациентов имеется уже цирроз, обусловленный алкоголизмом или гепатитами, которые осложняют нам затем возможность лечения, необходимость форсированной гидротации. Использование диуретиков также усугубляет электролитные нарушения. Оценить вегетативно-трофические нарушения, вплоть до того, что необходимо оценить интенсивность роста волос. То есть химиотерапевт смотрит на пациента целиком. Оценить фертильность пациента. Пациенты наши все-таки живут годами. И мы имеем и мальчиков, и девочек, которые в процессе лечения рожают детей. Прием других препаратов. И вот на фоне всех наших осложнений, тошноты, рвоты, приеме других препаратов, нарушение электролитной концентрации глюкозы в плазме крови. И мы боимся гипогликемии, не меньше, чем гипергликемии. В данной таблице собраны препараты для применения, для лечения пациентов в монорежиме, если мы решились только на монорежим. Естественно, наиболее высокие эффективности обладают токсаны и платина. Но если все-таки мы решились на поле, на комбинированную химиотерапию, основным принципом ее считается сочетание препаратов с различными механизмами действия и спектром токсических эффектов. И у больных с хорошим общим состоянием увеличивает медиану продолжительности жизни до 9-10 месяцев. Здесь указана эффективность комбинации препаратов. И опять же на первое место уходят, естественно, комбинации платины, токсаны, фторурацилов. Комбинированные режимы химиотерапии очень эффективны, очень хороши, но очень токсичны. И еще раз, не увеличивает продолжительность жизни пациентов. Таким образом, такие режимы мы должны предлагать пациентам с хорошим статусом и при наличии угрожающих форм онкопроцесса, тогда, когда мы хотим добиться быстрого положительного эффекта. Хочу напомнить, что в данном случае надо бояться еще и синдрома лизиса опухоли. Мы можем потерять пациента на фоне лечения при хорошем эффекте. В стандартах РУСКО, в рекомендациях РУСКО, которые нам юристы объяснили, что они все-таки являются для нас стандартами, режим индукционной химиотерапии с последующим хирургическим лечением назван режим сочетания доцитоксала, цисплатина, фторурацила. Я хочу ставить 5 копеек в пользу индукционной химиотерапии. Она не только улучшает, но она еще предвещает нам и возможность или необходимость адювантного лечения в последующем. Если был хороший эффект на индукционной терапии, то мы потом с полным правом можем назначить тогда и адювантную химиотерапию. И стандартными препаратами по нашим рекомендациям являются фторурацилы, платина, токсаны, цитоксимаб, гемзар и метатриксат. Ну и, естественно, так же, как при лечении всех других солидных опухолей, идет поиск различных биологических и таргетных препаратов. На сегодняшний день очень широко в практику вошел цитоксимаб, который не требует, кстати, определения ни ки-раз, ни н-раз мутации, в отличие от лечения опухолей толстой кишки. Проводятся различные клинические исследования. Для поиска различных цитостатиков, таргетных, биологических, генетических препаратов. Я знаю, что исследуется и авастин, тот же, для лечения этих опухолей. В некоторых руководствах уже есть рекомендации, американские рекомендации применения тирозинкинац, эрлатинима и гефетинива. Это до 10% эффект указывает. Но я хочу отметить, что эти рекомендации, показания не зарегистрированы в России. Ну и наш клинический случай. Пациент 58 лет, который в 2014 году в Ставропольском крае был пролечен химиолучевым способом по поводу рака слизистой правой щеки. В январе 2015 года, то есть через полгода, он пришел к нам с прогрессированием. По данным обследования, выявлен рецидив метастаза в лимфоузлах регионарных и множественные литические изменения в костях лицевого черепа. Пациент выглядел вот таким образом. Он не мог ни есть, ни пить с выраженнейшим болевым синдромом, с глубокой потерей массы тела взрослый мужчина, который плакал на приеме, служил в свое время в Афгане, плакал от боли. Мы не смогли ему цитостатики проводить. По нашим рекомендациям в Ставропольском же краевом диспансере ему проводится монотерапия цитуксимабом и вводится залейдроновая кислота. Опять же, данных к обследованию мы пока не получили, но мы же боремся за качество жизни. Все, что мы удалось сейчас пока получить, вы видите, опухоль уменьшилась и болевой синдром купирован. Сколько он проживет, мы посмотрим, какие эффекты будут. Но на сегодняшний день человек получает качество жизни. Понимаете, качество жизни. И на сегодняшний день золотым стандартом при лечении плоскоклеточного рака головы и шеи стала схема, сочетающая в себе цитуксимаб с эсплатиной вторурацел. Есть данные о том, что увеличивается не только качество жизни, полная частичная регрессия, но и увеличение продолжительности жизни этих пациентов. Спасибо от нас от всех. Спасибо, спасибо. Коллеги, давайте зададим один вопрос, если есть желающие. Нет? Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...